Попробую сегодня подобрать фамилии. Тотлубайт на подиумах очень благородный и красивый. Худи-зипперы, объемные, как в показе Мил Мил, когда мы вот так вот. И продолжить ногу черными ботинками, грубыми, например, на тракторной подошве. Это будет вообще бомбич. Хейт Миддлтон года четыре назад. Вот это называется Old Money. Все сказала, я забыла. Пять трендов с показов осени-зимы 2023-2024. Попробую сегодня подобрать фамилии. Самое главное, что я сделаю целые луки, а не просто отдельные вещи с трендами. Что, в принципе, сверхзадача для фамилии, вам не кажется, но для нас нет ничего невозможного. Вот так необычно, о трендах мы еще не говорили. Я буду сегодня находить классные трендовые луки, целые луки в фамилии. И показывать вам, как эти же самые тренды представлены на мировых подиумах. Попробуйте найти фамилии, что-то такое, что может конкурировать с подиумами. Но мы постараемся выдержать стилек. И задача непростая, но я думаю, с ней справлюсь. Первое, что мне хотелось бы показать, это Total White. Total White на подиумах очень благородный и красивый. Но мы с вами можем его адаптировать под каждый день совершенно точно. Мы берем с вами свободного силуэта джемпер и комбинируем его вот с теми же, например, молочными или белыми брюками. Было бы вообще классно, если бы мы нашли белый ремень и все это вместе объединили, добавили еще глянцевую фактуру. Но я думаю, что если постараться, можно его тут откопать. Еще вот такие джинсы, о которых я, кстати, говорила. Тот самый color blocking и плюс еще эффект одеяла лоскутного. И дальше к ним я могу подобрать джинсовую рубашку, грубую, сухую, форму устойчивую. Сейчас она где-то у меня там отвешена. Открывают там люди, представляете? На тетке стоит в трусах. Да шутка. Нет, я уже тут все поотвешивала. Значит, смотрите, я беру базовую рубашку, вот такую, свободного силуэта, и ее прямо заправляю в подобные джинсы. Вот вам, пожалуйста, образ с подиума. Чем это можно добить? Можно вот такими вот сапожками на каблуке, тоненьком. Кстати, тонкий каблук тоже абсолютный тренд. Острый мыс. А Ксюха даже вот такие казаки нам нашла. Смотрите, раз. Элегантно, эстетично внутрь можно для глубины образа добавить майку-алкоголичку или обычную белую базовую футболку. Будет еще круче, если это будет какая-то джинсовая фактура футболки или расцветка в стиле индигу, тогда у нас будет тотал деним, прям от и до. Ну и так в целом он тоже очень круто. Смотрите, раз. Какая фишка? Мы подбираем с вами цвет под один из цветов вот этого самого образа. Все. И получается у нас прекрасная комбинаторика. Еще нашла прекрасные бермуды из кожзама. Вообще, это два тренда в одном. Мы с вами говорим и про бермуды, как форма шорт, которая сейчас весьма актуальна. Ну и, конечно, про глянцевую фактуру, которая отражает цвет. С чем эту штуку можно комбинировать? С той же самой джинсовкой. Это если мы захотим, например, добавить сюда еще кроссовки, сделаем casual вариант. Можно добавить сюда лоферы. Тоже будет очень красиво. На телефон? Ну, сейчас, девчонки, прям дайте нам 10 минут. Мы вот то, что уже начали на камеру, иначе у нас не склеится просто. Мы здесь хвалим. Это нас тоже будет пригодя. Это нас только согласование снес. Да, мы писали заявку. Снимем на айфон, ничего страшного, склеится же, да? Ну, снимайте только. У нас не снимайте. У нас не снимайте. Мы вас запрещаем, но у нас не снимать. Короче, ребята, нас тут немножечко погнали. Пинком подзатые с фамилией говорят. Ибо нефиг вам тут делать с камерами, поэтому мы переходим на айфончик. У нас такой резкий переход. Поскольку на этой неделе у меня день рождения, я делаю вам подарок тоже от бренда Ксения Князева. По промокоду Любовь вы можете воспользоваться скидкой в 20%. И ее можно применить в нашем интернет-магазине Князева.ру. И в любом из наших офлайн-магазинах на площади Победы 2 Корпус 2 в нашем шоу-руме, в торговом центре Европолис, Павелецкая Плаза и Коламбус. До встречи, хороших вам покупок. Боже, еще с акцентным цветом. Oh my god, это было. Мы соберем сейчас тотал лук, прям, возможно, даже в бежевом. Какой-то классный верх. Так, ну здесь прям сильный разнотурн. Не хотелось бы что-нибудь лавандовое. Это же похоже на правду, да? Очень похоже. Оно вот. Вот такое точно нет. Вот когда мы говорим про фрала... Фла-фрала. Когда мы говорим про флоральный принт, это не про этот принт. Какая-то гала, тоннели. 50-тинка. Извините фамилия. С сумками вы нам не угодили. Но в целом и так хорошо. Спасибо и на этом. Как говорится, да? Отлично. А можно заменить на жакет. Скомбинировать два чуть разных оттенка. Но этот более розоватый, теплый. Все-таки лучше, когда мы суп-тона, полутона комбинируем, не уходить в теплые и холодные оттенки. Не замешивать. Потому что можно много очень накосячить. Поэтому вот так. И вы скажете, что там с колготками, Ксюш, да? Тот же не наденешь на голые ноги. Хотя это красиво. Значит, мы выбираем либо телесного цвета колготки. Колготки должны быть 8, 10, максимум 15 ден. Потому что они должны выглядеть как вторая кожа. То есть совершенно незаметные. Они должны четко подходить под цвет твоей кожи. В районе ноги. Вряд ли ты ногами отдельно загораешь. Правда? А лицо такое светлое. А по ногам негритяночка. Главный смысл. Колготок не должно быть видно вообще. Соответственно, они матовые. Цвет кожи. Все. Если у нас, например, черные ботинки. И тогда они должны слиться полностью с ногой и уйти под шорты. Все. Фиолетовые, да. Почему нет? И в этом случае мы тоже должны учитывать стройность своей ноги. Потому что то, что является цветом, является всегда акцентом особенно колготки. Мы себе можем фантазийные колготки позволять в том случае, если у нас очень красивые ноги. Total White был. Кожу мы скомбинировали. Давайте еще серо в сером цвете найдем, да. Кстати, худи это еще один классный тренд. Особенно худи-зипперы объемные, как в показе Миу-Миу, когда мы вот так вот застегиваем прямо здесь. Ух, хорошо. Они классно идут под жакеты. Мы их продолжаем под жакеты носить. Прикольная жилетка. Обязательно надо выправить здесь нам с вами капюшон. Вот так уже достаточно. Если по правилам Миу-Миу, так хватит. Дальше идут колготки и трусишки. Все. Ребята, где-то я сейчас видела серую юбку толстую такую, мини с бахромой. Вот мне кто-нибудь объяснит, вот кому от этого легче и теплее. Она из пальтовой ткани. На, потрогай, вот. Потрогай, потрогай. Видишь? Это прям пальто. Реально юбка-пальто с бахромой бомбически. Крутая. Во-первых, она на низкой посадке, что тоже тренд, который пришел к нам из нулевых. Это супер мини как-то юбка-набедренная повязка. Мы летом в них ходили. Ну, кто мог себе позволить такой роскошь? Вот так мы сделаем. Ее немножко под худи запихаем. И сюда еще шерстяную кепку серую я бы добавила и серьги-кольца. Опять же, продолжим, поддерживаем нулевые, да. Кепка или кепи, серьги-кольца. И, пожалуйста, вот мини-юбка, жилет. Поддувать внизу будет по-любому. Но образ, ну, шикарный, модный. Кстати, в этом случае можно использовать очень плотные колготки. Я рекомендую. Прям вот 100 ден и больше даже можете использовать. Они действительно согревают. В идеале, конечно, серый, прям вот чтобы от и до. Но можно черный цвет и продолжить ногу черными ботинками грубыми, например, на тракторной подошве. Это будет вообще бомбически круто. Вот. Или высокий сапог, например. Если серые колготки, то мы надеваем ботфорты, которые прям как рыбацкий сапог, очень высокие. И у нас вот этот серый продолжается здесь, в этой зоне заканчивается. И дальше длинные ноги, сапоги. И все, тогда тоже не будет такого сильного. Мы обрезаем цвет либо сверху, когда у нас тут заканчивается серый, начинается черный, либо снизу. Вот. Но тогда нам нужно продлить максимально сверху цвет и снизу обрезать всего контрастной обувью. Так, чтобы нога не резалась в двух, трех, четырех местах. А давайте попробуем сейчас вообще сверхзадача собрать в фамилии образ в стиле «Тихая роскошь». И еще, чтобы соблюсти тренд на клетку. Кстати, ты знаешь, Юля, чем «Тихая роскошь» отличается от «Олд Мани»? Нет. Нет, а все говорят об этом сейчас. Но никто не понимает разницы. Представь себе Кейт Миддлтон года четыре назад. Вот это называется «Олд Мани», когда, может быть, не совсем современный силуэт, но есть классическая приталенность, какие-то классические силуэты, вот такие выдержанные. Они сильно устарели. Но это и является «Олд Мани». То есть это те вещи, которые могут быть очень статусными, но при этом не быть супермодными. «Тихая роскошь» — это про современные модные силуэты, и при этом, конечно, минималистичный крой и дорогие ткани. Я не думаю, что в фамилии я прям дорогие ткани найду, но в целом вот я нашла классный в клетку жилет из манго. И мне кажется, тут даже есть хлопок и вискоза. А, вискоза и хлопок есть, да. Но 44% полиэстера. Вот и все, получи, Ксюшка. Сюда добавим какие-то минималистичные брюки и базовую рубашку. Это как? Это что? Это где? Кстати, «Тихая роскошь» не подразумевает под собою каких-либо подобных вот резинок, спортивных элементов, и точно не про нее. Хотя брюки неплохие сами по себе, базовые, но резинка все испортила. О, смотри, вот бежевый как раз. Да нету тут больше ничего, ну просто нет. Ну реально нет. Каждый раз я надеюсь, что ничего не будет на футболке. Я нашла одну, и что мне нравится, она не совсем в белом цвете. Видишь, молоко такое прям молочный, хороший оттенок. Почему я взяла молочную? Потому что у меня здесь все в теплых оттенках. Видишь, чем тепло от холодного отличается, понимаешь? Это два пигмента есть, синий и желтый. В любой цвет, хоть в серый, хоть в красный, можно добавить либо желтого пигмента немножко, либо холодного синего. Соответственно, в зависимости от того, какой пигмент добавлен, и цвет является либо теплым, либо холодным. Даже серый и беж могут быть теплые и холодные. Здесь есть желтый пигмент, как ни крути, поэтому смотри, как здорово он сочетается с просто молочной футболочкой. Раз. Клетка в тихой роскоши допустима из принтов. Например, цветочные мы с тобой точно не возьмем туда, это будет перебор. И индиго синий. Кстати, сюда можно и джинсы очень здорово интегрировать. Базовые, простые. Раз. Смотри, вот. Если не смотреть на состав ткани, то очень тихая роскошь. Конечно, вот про тихую роскошь нельзя сказать, когда пальто в катушку. Поэтому даже если вы... Даже натуральная шерсть все равно пилингуется, вы от этого никуда не уйдете. Здесь важно следить за тем, чтобы она была в хорошем виде, поэтому купите машинку себе на Валбрест за 400 рублей по пострижке катушков и носите с радостью. Вот если пощупаешь что-то, Юль, пощупай его рукой. Здесь подплечник довольно плотный, интегрирован, видишь? В отличие от, например, вот здесь его вообще нет, тут нет, тут спущенное плечо. Эти вещи сразу видны на вешалке, когда даже не нужно мерить, там смотреть. Видишь четкое плечо, видишь, что оно пухлое, все, это значит уже добротная вещь. Если бы это пальто было из классного материала, то вот так, смотри, очень было бы неплохо. Даже вот пальто явно по цвету теплее, но голубой-холодный все это объединил, и есть молочная тепленькая футболочка. Все очень даже неплохо. Нужно, конечно, понимать, что мы с вами ищем вещи в фамилии, и поэтому, если вы вдруг решили составить себе образ стиля «Тихая роскошь» из фамилии, то помните, что некоторые элементы такие, как пуговицы, катышки, которые надо будет отстричь. Ну и дешевая фурнитура требует реконструкции. Ну, то есть ресайкла небольшого отрежете, эти пуговицы пришьете себе красивые, дорогие, и все, уже будет совсем другой видон у этого всего. Итак, девчонки, если вы не хотите слишком серьезно относиться к моде, хотите подходить интеллектуально к этому процессу, обязательно подписывайтесь на мой канал, вот сюда ставьте лайчонского внизу, и переходите по ссылке в описании в мой телеграм-канал, потому что там по хэштегу «Преображение» очень много самых обыкновенных женщин, которые превращаются в прекрасных принцесс с моей небольшой помощью. Очень много до-после по хэштегу «Преображение».